друзья всем привет добро пожаловать на мой канал не забывайте подписываться нажимать на колокольчик чтобы не пропускать дальнейшие видео сегодня мы с вами поговорим о двух ароматах с розой это у нас дом shop art который выпустил два разных ароматов с розой один очень дорогой второй вообще такой нормальный 6000 рублей вот этот 45 тысяч рублей и очень удивительно что парфюмер один и тот же альберто морила смог создать один аромат очень некрасивый и второй аромат дешевый но очень с богатой пирамидой и очень красивый мы сегодня с вами сравним эти два аромата оставайтесь со мной до конца начнем мы наверное с розой каролин с дорогого аромата который был выпущен ранее 2018 году я сначала думала заказать себе полный флаком потому что флаком безумно красивый но он очень дорогой и я решила остановить себе и делать вот такую покупку это дорожно фирменный флакон в котором 10 миллилитров и этого вполне достаточно чтобы знакомиться с ароматами делать свои выводы здесь у нас очень бедная пирамида это у нас роза болгарская роза и пудровые ноты здесь очень старая странная пудра какая-то советская пудра и здесь есть гнилая затхлая роза и в перемешку эти две пирамиды просто создали что-то некрасивое очень некрасивое возрастное возможно женщина в лет 70 оценит этот аромат я не могу ничего сказать это мои ассоциации но мне этот аромат не нравится я его наношу и начинает у меня настроение портится но все-таки я даю ему шанс я продолжаю носить чтобы что-то для себя понять но я не понимаю как можно было вот это вот все сюда перемешать и чтобы она еще и стоила так дорого зато вот этот аромат love shop art который стоит в районе 6000 рублей за полноразмерный флакон очень богатая пирамида я таких пирамид читала в ароматах двухтысячных выпусков верхние ноты у нас дамасская роза роза таивская роза корица розовый перец фиалка мандарин средние ноты болгарская роза роза марокканская роза жасмин самбак цветок апельсина базовые ноты турецкая роза пачули мед какао сандал ваниль кедр бобы танка тростиковый сахар как-то для меня странно что эти два аромата фрагрантика сравнивает меж собой возможно причина что здесь присутствуют две розы а там тоже есть розы и это становится причиной сравнения но это абсолютно разные ароматы это что в shop art love присутствует пачули этот аромат мне немножко напоминает diptyco capital и фредерик маль звучание они как-то перекликаются но этот аромат очень красивый жизнерадостный он очень такой пряный восточный это восточно цветочный аромат и этот аромат очень красиво и долго звучит и шлейфит что-то касается стойкости в этом дорогом флаконе тоже стойкость хорошая но здесь переливов больше потому что здесь богатая пирамида и это звучит переливчато это не монотонно и в аромате shop art love мне очень нравится что этот аромат ассоциируется у меня с днем святого валентина я сразу представляю много красных шариков все виде сердечек на напоминает мне о позитивном дне подарках напоминает мне о том что жизнь прекрасна и этот аромат очень универсальный он подойдет и девушке подойдет и женщине все зависит от человека который будет носить этот аромат и вне сезона он очень красиво раскрывается и летом и зимой поэтому обратите внимание на этот аромат love shop art он еще мне напоминает сладкое варенье с роз и такие мармеладки сразу сладкие розные сахарные очень вкусно очень сладко и очень достойно я наверное себя обязательно приобрету 50 или 30 миллилитров этого флакона потому что 100 миллилитров у них такой вытянутый не очень красивый вот 30 и 50 это очень красиво и если бы у меня была подборка ароматов ко дню святого валентина то этот аромат обязательно был бы в списке и возможно стал бы победителем решать конечно вам и пишите в комментариях какой из этих ароматов есть у вас и что вы думаете о них возможно роз каролин на ком-то звучит очень красиво я бы хотела читать такой комментарий поэтому пишите обязательно я выбираю из этих двух аромат shop art love хотя я любитель ниши я любитель бутиковых линий которые более дорогие более интересные но здесь победил аромат shop art love на этом я с вами прощаюсь всем пока до новых встреч